Как в Дагестане реализуются национальные проекты, что уже сделано и что сделать только предстоит. О строительстве новых школ, детских садов, дорог и о том, что способно улучшить качество жизни дагестанцев. Обо всем этом говорили на заседании правительства под руководством премьер-министра Булпатаха Амирханова. Любова Маслова о предварительных итогах реализации нацпроектов. В рамках 12 нацпроектов в Дагестане реализуется 45 региональных. Общий объем финансирования почти 24 миллиарда рублей. Среди лучших по показателям нацпроект «Жилье и городская среда». По нему освоены свыше 90% всех средств, доложил в Рио первого вице-премьера правительства Дагестана Нюсред Амаров. Завершены работу по благоустройству 223 территорий, 37 семей. Расселены в рамках досрочного завершения программы переселения. Проект «Формирование комфортной городской среды». Осталось заслужить буквально 6 тысяч из миллиардов рублей. Завершены работы по благоустройству на всех 223 территориях, в том числе 81 дворовая территория и 142 общественных территорий. В Рио министр здравоохранения рассказала о том, что в рамках нацпроекта здравоохранения закупили оборудование для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Усилили кадровый потенциал медучреждений на селе по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По этому году борьба с онкологическим заболеванием. Здесь монтаж полностью завершен компьютерного магнитно-резонансного панографа. В четверг ожидается приезд, пусконаладочные работы и будет идти кассовое исполнение. Председателю правительства доложили и результаты в сфере образования. Так, в республике в этом году открылись 170 образовательных площадок «Точка роста». Введены в эксплуатацию новые школы и детские сады. Помимо этого, в регионе по нацпроекту «Демография» действует программа «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Дагестанские семьи получают выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, а бездетным парам. Доступна процедура ЭКО. На реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» выделено более 2 миллиардов рублей. В его рамках предусмотрен капремонт и реконструкция 51 дороги общего назначения, а также ремонт 132 улиц столицы. Главный вопрос, волнующий махачкалинцев – возобновление движения по улице Каркмасова. В соответствии со сметой работы должны были завершить сегодня, но подрядная организация в указанный срок не укладывается. Окончательно улицу приведут в порядок уже в следующем году. «Безопасно-качественным дорогам в части Махачкалы на 680 миллионов федеральных денег, они все освоены полностью. 400 миллионов нам было выделено дополнительно в августе из резервного фонда. Они тоже законтрактованы, исполняются. У нас часть денег тоже лежит, уже 130 миллионов в казначейство, то есть мы отправим. То есть в принципе в части федеральных средств у нас все освоено». О проделанной за год работе отчитался в рио-министра по имущественным и земельным отношениям. Сейчас решается вопрос о передаче собственность муниципалитета участка в окрестностях Махачкалы площадью более 30 гектаров. Также в 2022 запланировано открытие сразу трех ярмарочных комплексов в Махачкале, Дербенте и Докуспаринском районе. «Предусматривает реализацию на территории 17 городов Российской Федерации, представляет собой Россию в миниатюре. То есть это тематические комплексы, на территории которых будет размещаться и осуществляться поддержка с объектом малого и среднего предпринимательства, крестьянско-фермерским хозяйством». Премьер-министр региона Абдулпатах Амирханов по итогам заседания поручил органам-исполнителям власти взять на контроль целевые показатели реализации нацпроектов и принять меры по достижению намеченных планов. Любовь Маслова, Махарбек Амариев, Рамазан Амаров, Юсуп Газиамаров. Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok